Девочка-пай 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 Так, с Черновик договор, пожалуйста Хорошо Зачем ты приехал? Всю ночь не спала Пойдем поспи Да не могу я спать, не могу Слава Богу, с Мариной все обошлось Была угроза выкидыша Надо Ленку искать Уговаривать ее вернуться А зачем? Это был ее выбор Мы для Лены сделали все, что могли Мы нянчили с ней, мы ее лечили Мы окружили ее заботой и вниманием А она оказалась просто неблагодарной дренью Показала свою истинную сущность А если она с собой что-нибудь сделает? Или уже сделала? Врач предупреждал о повторной попытке суицида Ну так позвони врачу И посоветуйся Так что Андрюха Это японская методика Она даже не экспериментальная По ней такие, где-то как Машуля Уже два года лечат Сейчас ко мне зайдем Я тебе все подробно расскажу Ты думаешь я что-нибудь пойму? Я все-таки больше по финансам Ну это ты кокетничаешь Ты многим детским врачам фору дашь И потом лучше мамы Ну в нашем случае папы Своего ребенка никто не знает И вообще я тобой горжусь, дружище Игорь, давай без этих пафосных речи Давай, ты большой молодец Твоя дочурка на зло выдадим Всем карабкается и выкравкается Я уверен Тут взрослые порой не выдерживают Ломаются Помнишь ту женщину Которую ты с окна снял? Конечно помню, как она Плохо Я ее выписал и если честно Сделал ошибку Ну вы нормальные люди вообще Я же утром все убрала Совести у вас нет Смотри какая совесть Пришла, рулили и все Как бы мы без тебя жили Картон только не трогай Ага, сейчас Собирать буду вам картон Иди к нам Серьезно, присаживайся Ага, сейчас Не, ну ты же посмотри У нас и выпить есть И закусить Да и вообще тебе понравится Давай знакомиться Руки убрал Спокойно, э Гады, я сейчас Я сейчас к участковому пойду Я вам устрою О, да чума, да Ты на себя посмотри Королева мусорных славок Давай, наливай пока Скорее всего Это Дмитрий Соколовский Сам виноват в том, что Лена ушла из дома С чего ты взял? Ну, во-первых Он убеждал меня Не обращаться в полицию Во-вторых Лена очень ориентирована На семью И раз уж она ушла То только потому Что ее окончательно допекли А учитывая ее Состояние при выписке Я переживаю Как бы она с собой Ничего не сделала Так зачем ты ее выписал Если понимал, что она в плохом состоянии Ну, она хотела этого очень Я рассчитывал на домашний уют На сына, на мужа По всей видимости Напрасно Ладно, давай сделаем так Я попрошу ребят И службы безопасности нашего банка Чтоб они помогли найти Лену Ну да, и они все бросят И будут искать постороннего человека Там все свои Я думаю, не откажут Только нужен адрес Лены Тот, откуда она ушла Он ведь у тебя есть Ну да, конечно, есть У меня и фотографии ее есть Андрюк, а че ты так завелся? Какое тебе дело до этой Соколовской? Да какая-то странная, почти мистическая история Так Получается, я ее уже в третий раз должен спасать И тогда, после аварии Я пообещал Лене Что у нее все будет хорошо И она мне поверила Вот ты и дома Мариша, а ты не рано выписаться? Может, стоило еще на пару дней остаться в больнице? Да нет, Натюш Все хорошо? Лена, страшно по тебе соскучилась Если тебе будет что-нибудь нужно, я тебе же завтра привезу Суть по всему, мы с малышом не заслужили твоего внимания Значит, че ты взяла? Что ты привез меня сюда, а не к себе домой Оставишь одну, а если мне плохо станет Марин, ты только что сказал, что с тобой все хорошо Не надо меня шантажировать, я не приведу тебя домой Мить По крайней мере, сейчас Марин, мне нужно поговорить с сыном, объяснить ему все Прости Все хорошо Я буду ждать Папа Мама от нас ушла навсегда, да? Как видишь Все из-за этой тетки твоей Из-за Мариночки Нет Ну, ушло бы то, что ей так захотелось То, что мы ей стали не нужны Но ведь она же нас любила Раньше Если б любила, не ушла бы Все, давай закроем этот разговор Думаю лучше об игре Как скажешь Вот смотри Эту Ильину Соколовскую нужно срочно разыскать Угу Я проверил, в том районе, откуда Лена ушла Есть два отделения нашего банка Так, и что? Ну, у нас ведь на каждом лотом видеокамеры стоят Ты можешь мне дать видеозаписи с них? Что, все? Ну, нет, конечно, только в тот день, когда Лена пропала Хорошо, называй день, какой тебя интересует Я скопирую видеозаписи Вот смотри Подожди Если у нее есть кредитная карта нашего банка Мы сможем найти ее, ну, быстрее Так, все, собираемся, грузимся в автобус В смысле? Давай, ты на воротку стоишь Почему я должна просто стоять? Давайте, кто-то ничего не зашел Саша, сынок А чего тебе? Ну, как дела? А у вас матч? Какая тебе разница? Ты меня бросила Я тебя не бросала Я ушла от твоего отца Это другое, Саша Я тебе объясню Соколовский! Мы на игру опаздываем Ты хочешь, чтобы нам техническое поражение записали? Мне надо идти, мам Ты, пожалуйста, приди ко мне, ладно? Соколовский Простите, пожалуйста Привет, Олег! Привет, Андрюш! Ну как? Все видео смотрел? Да уж Смеешься только третьим Ну вот и не парься больше Нашли мы твою беглянку Рассчиталась наша карта в продуктовом магазине Файл я тебе уже выслал Спасибо тебе, с меня причитается Ну так еще бы Ну хорошо, давай, пока Мама Мама Ну привет Здравствуйте, а вы к кому? Я к вам Войти можно? Ну да Добрый день Ну что, меня кто-то представит молодому человеку или я сама? Меня зовут Марина Мы с твоим папой очень любим друг друга И у тебя скоро будет братик или сестричка Какая сестричка? Значит, мама ушла из-за нее? Не из того, что мы ей не нужны, да? Саша Что, Саша? Пускай она уматывает отсюда Ты как разговариваешь? В этом доме я буду решать, кто будет уходить, а кому оставаться Тогда я сама иду к маме Ты знаешь, где мама? Чего ты молчишь? Где мама? Тебя это не касается! И знаешь что? Я тебя ненавижу, предатель! Саша! Саша! Прости! Ничего, он успокоится и вернется Вот вид Все, все будет хорошо Блин! Какая же квартира? Забыл Мама! 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 Ты чего разорался? Люди спят! А ну иди отсюда! Иди-иди! Мама! Иди-иди! Мама! Мама! Иди-иди! Мама! Я не знаю, что я вам спят! Вау! Иди-и! Саша, на телефон. Ты как думаешь, он его забыл или специально не взял? Ну, конечно, забыл. Не надо было так резко с мальчиком. Вообще, стоило подготовить сына к встрече с Мариной. Кто знал, что она придет? Мама! Я ее просил подождать. Видишь, что получилось? Ну, да. Марина своего не упустит. По головам пойдет. Не то, что Лена. Мам, ты же совсем недавно, совсем… В общем, надо посмотреть телефон его друзей. Не знаю… Вы не волнуйтесь. Мы его обязательно найдем. Правда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, любимый. Что ты хочешь на завтрак? Зачем делать вид, что все хорошо? Саша до сих пор нет. Он вернется, вот увидишь. Он же говорил, что поедет к маме. Хорошо, уж в чем знать, где эта мама. Дим, вот нашла на полу с Саши в комнате. По-моему, это Лена написала адрес. Дим, ты позвонишь, да? Я жду. Дима. Женщина, не подскажете? Это двенадцатый дом. Женщина! Сашка, у тебя? Нет. Приходил? Нет. А что случилось? Тебе стало интересно? Ты же ушла из семьи. Я из семьи не уходила, Дима. Я от тебя ушла. Я не хочу это обсуждать. У нас сын пропал. Надо писать заявление. Я с тобой. Нет. Двор Мити. У тебя это отлично получается. Да, увольняюсь. Завтра приеду заявление писать. Ой, Юлька, у них огромный дом. Митин папа его сам проектировал. Представляешь? Для всей семьи. Да нет у них. И домработницы не было никогда. Прикинь, Митина бывшая. Все сама делала. Готовила, убирала. В саду возилась. Да нет, не могу это что ли. Я же беременна. Поверь, будет у меня домработница и садовник, няня для ребенка. В гости? Конечно, приезжай. Когда можешь, тогда и приезжай. Здравствуйте. Мне нужен номер службы. Номер службы скорой помощи. Справочной. Да. Слушаю. Нашли? Сколько лет? Нет, это не Саша. Да, слушаю. Да, что? Он… Он жив? О боже мой. Я пишу номер. Сейчас не бойся сидеть с каким-нибудь другом и в стрелялке режется. Появится. Я не знаю, что я с ним сделаю. Не смей. Ты нам с отцом в детстве такие фестивали устраивал. Саша, не снилось. И никто тебе даже пальцем не тронул. А надо было. Надо было бить. Алло, здравствуйте. К вам ночью привезли мальчика. Это его мать. Что с ним? В каком он состоянии? Операция? О, господи. Я поняла. Я еду. Валик. Да, Валь. Да, я понял. Иду. Клиенты пришли. Нужно идти. Да, иди, конечно. Да. Оставлю у тебя свой телефон. Если будут звонить с полиции, сразу зови меня. Дима. Все будет хорошо. Что же я наделала? Что же я наделала? Что же я наделала? Я звоню из приемного отделения. Вы мама поступившую на чумальчик? Да. Как он? Не очень же. Мы сделали все возможное, но были травмы, несовместимые с жизнью. Извините, но вам придется пойти в морд на опознание. Каля, давай, давай. Ну, ты знаешь что. Давай. Давайте мы вас проводим в процедурную. Уколчик сделаем. Я в порядке. Я в порядке. Пойдемте. Нам туда. Проходите, пожалуйста. Пойдемте. 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 А у кого-то горе. Как тонкий лед граница сна Растаял тихо мир зеркальный Опять звучит аккорд печальный В словах фальшивых пустота Бельканье лиц, как листопад Осенний ветер их уносит И никого никто не спросит Зачем посажен этот сад? Ты только верь Ждет счастье где-то Там впереди Так много света За ночью темное утро будет Восход вернется, день наступит Ты только верь Ты только верь Пацаны, там в Терпените Дереково-то такое происходит Группа в полном составе с контрольной свалила Не, математичка в омороке валяется А Дерек ее водой поливает Лучше бы пивом Слушай, я вообще не понимаю, нафиг нам это математика? Блин, плитку, класть и стены штукатурить Капец сложно Стопудово Ну, отойди Давай Слушай, ты что, шпионил за нами? Ничего я не шпионил Мобилу гони Крутая, небось? Я вам ничего не дам Слушай, что это за кроссовочки тебе, а? Дашь примерить? А что это тебе в рюкзаке? Да иди тебе Слушай, сюда иди Слушай, сюда иди Слушай, сюда иди Слушай, что вы знаете, как шпионит, да? Капец, гони Ну, я не желаю, что ваша варим Помогите! 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 Ну, знаете, как шпионит, а? Эй, что вы там делаете? А ну, отпустите его, придурки! А то собаку на вас натяжу! Бегом! Я сказала! А ну, идем! Как ты тут? А? А ну, покажешь! Чих! 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 Сидеть, сидеть! Слава Богу, живой? А ну, покажись! А ну, покажись! Потерпи, ща я позвоню. Скорую. Алло! Скорая? О! Тут ребенка избили хулиганы! Где? Полевая, четырнадцать. Фамилия? Левченко. Да. Я буду рядом. Да. Да. Все. Ща приедут. Можно мне? Что? А! Родителям? Ну, звони. Господи. Слушаю. Сашка! Ты где? Я, я сейчас приеду. Оставайся там, я сейчас приеду. Валик, я уехал. Прошу. Мастеру, напишите заявление. Я говорила с мастером лично. Я эти вопросы не решаю, понимаешь? Ну, а кто не решает? Толена! Подожди, подожди. Где тебя носили, дорогая? Почему до сих пор не убрала, а? Соколовская! Наглохла! Я к тебе обращаюсь. Взяла метло и заработал. Быстро! Не кричите, пожалуйста. Я очень устала. Что это значит не кричите-то, а? Я тебя на работу взяла. Без трудовой книжки. Я тебе жилье дала. Так, ты уволена. Слышишь меня? Уволена! И с завтрашнего дня, чтобы в моей квартире духу твоего не было! Тоже мне! Ну, подождите. Вы не видите, человек плохо. Лена, а вы меня помните? С утра напились. И весь день свободный, конечно. Да помолчите вы! Я тебе помолчу. У меня своих начальников полы, правильно? Ты мне не указывай. Не нужно. Надо поспать. Нет, ну вы видели, а? Вот так пожалею, убоги. Они тебе на голову сядут. Алло, Игорь. Я нашел Вену. Так, так хорошо. А слить там? Плохо. Ты можешь приехать? Голова не кружится? Не тошнит? Здесь не болит? Рукой можешь шевелить? Сашка, ты как? Кто это сделал? Да так, местные. Это вот и им спасибо. Брут классный. Всех разогнал. Я могу забрать сына домой? Можете, но я бы рекомендовал его осмотреть в условиях стационара. Мы отвезем его в больницу скорой помощи. Да, хорошо. Можешь встать? Да. Давай. Заходи. Сань, ты не волнуйся. Я за тобой поеду. Спасибо вам большое. Я не знаю, как вас благодарить. Возьмите мою визитку. Если вдруг понадобится помощь, вы звоните. Не стесняйтесь. Я постараюсь помочь. Вы лучше сыну своему помогите. Видать, не от хорошей жизни он шастает. Где попало и с кем попало? Сань, может стоило полежать пару дней в больнице под присмотром врача? Пап, рентген сделали. Переломов, трещин нет. А голова не болит? Не тошнит? Доктор уже спрашивал. Все нормально. Ладно. Сейчас поймем домой, а то бабушка не жаль сейчас. А где эта твоя? Да прошу тебя, не начинай. Я устал как собака. Всю ночь тебя искал. Пап, ты так и не ответил на вопрос. Где эта твоя Мариночка? У нас дома? Да, Марина у нас дома. Потому что она теперь часть нашей семьи. У нас ребенок будет. Да не надо мне ничего объяснять. Если Марина у нас дома, я домой не поеду. Отведи меня к маме. Она меня ждет. Чего ты это взял? Она мне написала. Она меня любит. Ей кроме меня никто не нужен. Сынок, послушай. Ты уже взрослый. И должен понимать, что в жизни бывают разные обстоятельства. Если ты меня не отвезешь к маме, я сам дойду. Правда, у меня есть адрес, но я не знаю квартиру. Но сейчас день, я весь дом обойду. Ладно. Поехали. Ой, извините. Мы, наверное, ошиблись квартирой. Нам нужна Елена Соколовская. Нет, вы не ошиблись. Все правильно. Она здесь живет. Только сейчас спит. А ты, наверное, Саша? Да. Заходите. Мама будет очень рада. Говоришь, что кроме тебя ей никто не нужен? Саша, подожди. Давай поговорим. Ему не о чем с тобой разговаривать. Ни с тобой, ни с ней. Так и передай, когда выспится. Что за шум? Кто это был? Да, ерунда какая-то получилась. Ну, что теперь? Поехали домой. Я здесь есть хочу. Поехали. Поехали. Лене придется опять к тебе в клинику ложиться? Нет. С чего ты взял? Ну, она в очень плохом состоянии. Это шоковое состояние, которое вызвано сильным стрессом. Она после укола будет в норме. Тут вопрос в другом, что дальше делать. Ей сейчас одно никак нельзя. Надо убедить ее вернуться домой к мужу. Нет, к мужу я не вернусь. Это невозможно. А вы, Игорь Леонидович, как здесь оказались? Андрей, мой друг, он позвонил мне. Присаживайтесь, пожалуйста. Лен, что случилось? Вы снова были на грани срыва. Саша, мой сын, он пропал. Не волнуйтесь, с ним все в порядке. Он приходил вместе с вашим мужем. Вы спали. О, Боже. Мне надо срочно к нему. Нет, нет. Ну, ни в коем случае. Подождите. Мы дома. Саша? Сашенька? Сашенька? Саша родненький мой. Господи, Господи, Сашенька, ну и что же это за? Ну, что ты смерти моя, Голлив? Ну, как же так можно? Ты ж… Что? У тебя где-то болина? Да. Нет, подожди, садись. Садись, я посмотрю. Ты цел вообще, а? Где болит? Перестань, бабуль. Все со мной хорошо. Саша, прости меня, пожалуйста, я была не права. Давай жить дружно. Давайте попробуем. Так, вы кормить-то нас будете, нет? Ну, конечно. Все хорошо. Все, пошли. Пойдем. Пойдем договором. Пойдем. 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 Мне надо срочно к сыну. Я должна понять, что произошло. Вам сейчас прежде всего нужно отдыхать. Лен, давайте сделаем так. Сегодня вы отдыхаете, приходите в себя, а завтра я отвезу вас к сыну. Вы? Да. Кроме того, вам нужно еще заехать ко мне в больницу на осмотр. Я отвезу Лену. Мы заедем к сыну, а потом приедем в больницу. Ну, хорошо. Я согласна. Тогда жду вас после обеда. Но до этого времени я очень вас прошу, не выходить из дома одна. Хорошо. Ты почему еще здесь? Я что, непонятно вчера объяснила тебе? Доброе утро. А ну, кого метайся немедленно отсюда. У тебя час всего. Иначе полицию вызовут. И прекращай бухать. Последние мозги пропьешь. Пора уже Димана заменять. А ты че пришел, Сашила? Неужели ты думал, что тренер тебя с фингалами на поле выпустит? Туда могло торчать. Кстати, как вы тут? Справляетесь без меня? Ой, нашел что-то в Месси. Да. Я не Месси. Я Соколовский. Ладно, пацаны. На следующей тренировке буду. Давай, я так еду. Пока. Саша, сынок, что случилось? Отстань. Это я хочу тебя спросить, что случилось? Почему у нас сейчас все кувырком? У нас была нормальная семья. Почему сейчас все не так? Почему в нашем доме сейчас вместо тебя это Марина? Почему в твоей квартире какой-то дурацкий мужик? Саша, это мой доктор Игорь Леонидович. Доктор, говоришь? Не ври. Я знаю твоего доктора. Там был другой. Значит, это его друг. Друг, говоришь? Оба с лицом предатели. Саша, я тебя не предавала. Слышишь меня? Мне, кроме тебя, никто не нужен. Саша. А как же друг Игоря Леонидовича? Тебе тоже не нужен? Да? Вот и иди к нему. Саша. До свидоса. Саша! Да, Андрей. Нет, я не дома. Извините, вы не могли бы меня забрать со стадиона «Восток», пожалуйста? Ну и пришлось собрать вещи, съехать. Квартира же служебная. Ну, ничего. Я говорила с сантехником из соседнего дома. Он сказал, что поможет мне устроиться в магазин уборщицы. Там есть подсобное помещение, кладовка. Я смогу там ночевать, а потом сниму квартиру. Так что все в порядке. У меня только просьба к вам, Игорь Леонидович. Вы, пожалуйста, выпишите мне какое-нибудь лекарство, чтобы у меня нервы в порядке были. Потому что меня из уборщиц выгонят. Лена, я вас умоляю, давайте без вот этих уборщиц, подсобок, пожалуйста. Ну, не в вашем состоянии. Вы за последнее время дважды были на грани срывы. Ну, вы понимаете это. Спасибо Андрею, он нашел вас. Он, между прочим, всю службу безопасности банка на ноги поднял. Игорь Леонидович, в седьмую палату тяжелый поступил. Вас ждут. Иду, я быстро. Андрей, вы простите, мне просто неловко. Я… Я не понимаю, зачем вам это нужно? Ну, так сразу не объяснишь. Почему? Потому что почти год назад, помогая одной молодой женщине прийти в себя после серьезной аварии, я пообещал, что все будет хорошо. Главное… Верить это были вы. Это невероятно. И я после аварии, когда в коме лежала, я… Я все время слышала ваш голос, и… И он говорил мне, что надо верить, и надо возвращаться, и, наверное… Благодаря… Благодаря… Вам… Я вернулась. Я рад, что это так. Вы же… Это же вы, Андрей, друг Игорь Леонидович, он мне о вас рассказывал. У вас еще маленькая дочка, и вы с ней победили страшную болезнь. Угу. Почти победили. Но очень стремимся к этому. Класс! Какая вода теплая. Юль, хочешь искупаться? О, нет. Спасибо. Я не сегодня. Я, может, как-то в другой раз. О! Круто. А где обещанная прислуга? Ты, помнится, собиралась обзавестись, как только. Ну, не переживай. Все у меня будет. Нужно подождать. Как тебя? Мои владения? Если честно, я в ауте. Я такое только в сериалах видела. Ой, Юлька, мне кажется, что я живу в сериале. А ты уверена в хэппи-энде? Ты о чем? Тебе Дмитрий предложение сделал? Не сделал. Сделает, как только разведется. А почему такая уверенность? Его мама на моей стороне. А он к ней очень прислушивается. Спасибо тебе, Юлька. Если б ты тогда не послушал разговор мамаши с Авицкой, все бы могло по-другому сложиться. Спасибо, на хлеб не намажешь? Ты о чем? О двадцати тысячах евро. Каких? Двадцати тысячах. Ну, которые ты заплатишь мне за то, что Соколовский никогда не узнает, что похоронил чужого ребенка. Ты с ума сошла? Я тут при чем? Это его мама. Ну, ты же знала правду. Интересно, как отреагирует Дмитрий на то, что ты скрыла от него такую правду? Юль, ты что? Да мы же дружим с первого курса, не до института. Да. Только у тебя теперь хоромы, жених богатый, клизмы, уколы, все в прошлом. А у меня что? Квартира съемная, зарплата копеечная. Это как-то несправедливо по отношению к тому человеку, которому ты всем этим обязана. Правда? Хорошо. Я заплачу тебе за помощь. Только Дмитрий женится на мне, подарит какие-то украшения, я их продам. Месяц. Деньги отдашь через месяц. Иначе Дмитрий все узнает. Бай-бай, подружка. Красивущая и такая серьезная. У меня Сашка в ее возрасте или рыдал, или хохотал. Да, это последствия болезни. Я ее еще ни разу не видел улыбающейся. Лен, я тут подумал, давайте я положу вас к нам в больницу еще на несколько дней. Пожалуйста, потому что… Ну какая пособка? Какой магазин? Ну, пожалуйста, умоляю, здесь вы и подлечитесь, и отдохнете. Если вы считаете, что это будет лучше… Считаю. У меня есть другое предложение. Да. Да. Спасибо. Лена, приглашаю вас пожить в деревне у моей мамы. Моя комната в вашем распоряжении. Я сейчас живу в городе, в Сосновку приезжаю к своим только на выходные. Нет, Андрей, спасибо, но это исключено. А что, мне идея нравится. Не волнуйтесь, Любовь Ивановна, мама Андрюша замечательная. Поверьте. Да я не об этом. Я верю. Я о другом. Я не могу сидеть ни у кого на шее. Тем более, в деревне я вряд ли найду работу. И считайте, что уже нашли. Поедете няне к моей Машеньке. Маме нужна помощь. Детей, как я вижу, вы любите. Соглашайтесь, вам сейчас нужна реальная перезагрузка. Сосновка подойдет. Я не знаю. Да то я знаю. Поедемте. Мама, посмотри, я тут набросал несколько эскизов. Наконец-то. На. Ну, ты же знаешь, что сроки Кунтурса, они минимальны. И до чего не спешат. Им землю выделили под жилой комплекс. Чем? Я понимаю, что ты просто скомпилировал старые проекты Ильяны? Причем не самым лучшим образом. С каких пор, Наталья Олеговна, вы стали крутым экспертом в архитектуре? С тех самых пор, как вышла замуж за твоего отца. Одного из лучших архитекторов страны. Хотел укусить меня, не получилось. Кстати, твой отец очень ценил мое мнение. Я его тоже ценю, но ты могла подойти к моим работам не так критично. Я повторюсь, я тебя люблю. Но я обязана быть объективной. Лена, Лена, как нам нужна твоя светлая голова? Вот как ты заговорила. А кто наставил на моем разводе? Подожди, Дим. Что? Ну вот, возьми Валерий Корзунов, ученик твоего отца. Ты позвони ему, да интересуй. Может быть, он подбросит какую-то идею для конкурса. Проходите, не стесняйтесь. Мама. Я здесь. Ой, здравствуй, сынок. Здравствуйте. Добрый день. Привет, солнышко. Привет, мама. Знакомьтесь, это Лена. Она архитектор. Моя мама, Любовь Ивановна, учитель химии и биологии. В отставке. До пенсии. Очень приятно. Мне тоже. Малышка. Мама, кстати, бывший классный руководитель вашего лечащего врача, Игоря Лениновича. Масан, пойдем знакомиться. Пойдем. Иди сюда. Идем. Хороший. Это Лена. Можно возьму? Вот. Ну, здравствуй, Маша. А ку-ку? А ку-ку? Да. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ейказа Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok